МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он ежедневно, очень редко, когда он прикрывается, но практически, практически навсегда он приятный. Дети все время здесь бегают, каждый раз думаешь, как коллектор этот ребенок не свалился. Татьяна Викторовна, добрый вечер. Мы вас сегодня пригласили к нам в студию в связи с очень часто возникающими в последнее время вопросами на предмет открытых люков. И сейчас мы выезжали на улицу Жукова и на переулок Линейный, где также была обнаружена такая проблема. Как вы можете прокомментировать, какие видите пути решения данного вопроса? Дело в том, что я очень хорошо общаюсь с жителями своего округа. Такой проблемы не возникало, но сегодня я поняла, что да, это конкретно на моем округе, это Жукова 12-Б, открытый люк. Почему мне не позвонили и не сообщили об этом, я не знаю. Уже давно мы эту проблему, я думаю, что решили. Сейчас, значит, такая проблема конкретно с этим люком. Я это, конечно, возьму на контроль, постараюсь устранить эту проблему. И единственное, что нужно узнать, кому принадлежит этот люк. То есть это может быть и водоканал, и управляющие компании. То есть когда мы выясним собственника этого люка, естественно, в ближайшее время, я думаю, что мы устраним данную проблему. Хотя это проблема, конечно, всего города практически, ну и не только города, и, в общем-то, можно сказать, России. Я думаю, что конкретно на своем округе я что-то сделаю. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры подогнал «Симон»